Соответственно, первый пик и бан предоставляется Трикет, и посмотри, что они делают. Опа! Минус Абатур, понятно, против кого вы играете, только почему-то это не инсталок. Не хотят они на первый пик забирать Абатура, боятся, что накажут. Дивинитес боятся, что умеют против этого играть. Но здесь можно сыграть как агрессивно, например, с Дхакой или Леориком, который будет собирать опыт, а и четверка агрессивная, которая будет пушить. Поэтому все-таки решают убрать совсем этого героя и играть в понятную игру. Вопрос первого пика. Греймон или Ханза, Андрей? Учитывая Трикет Е-спортс, на этой карте я бы голосовал за Седогрива. Я бы не голосовал за Ханза. Ханза нужно всегда в связке. Ха! Понятно! Ясно! Я про это и думаю. Здесь все зависит от команды, первый пик. Поэтому здесь опять надо Дивинитес играть агрессивно. Опять нельзя забирать ЕТС никакого. Им нужен Греймон, скорее всего. С кем? Вот в чем вопрос. Танка можно сейчас не забирать. Креймон и Регар или Молфурион, в зависимости от того, что им нужно, чтобы не раскрывать свои карты, но иметь вас... Трейсер прям сразу. Трейсер против Ханза. Это стратегия тем Дивинитесу. Мы диктуем моду? Я правильно понимаю, что Дивинитеса диктует моду? Мы видели много вторых банов Трейсер вчера, Андрей, если ты помнишь. И как раз они опасались этого. То есть Трейсер против Ханза хороший герой. Это нам доказывают сейчас профессиональные коллективы из Европы. Доказывают-то они доказывают. Только сейчас это превращается в тенденцию ярко выраженную. Сейчас это превращается в то, что мы увидим не только Ханза на ФМП, но и Трейсер и Молфурион как связку, как старых Тасадар Трейсер. Ну, на самом деле, может быть, но маловероятно, что здесь будет Тасадар. Немножечко я, кстати, опробовал сам Тасадара. И все-таки, несмотря на то, что у него малое количество здоровья сейчас, он не такой плохой герой, как кажется. Все про него просто очень забыли. И на какой-то последний пик, когда тебе заходит Тасадар, это просто великолепно. Здесь забирают Гулдан Ханза и ЕТС, наверное. Против Трейсер хороший танк с таном. Кироэля все равно забирают. Потому что нужно протектить. Протектить нужно и Ханзы, и Гулдана. Ну и будут они играть почти тем же драфтом, что у них был в прошлый раз. Смотри, только без Фальстада. Потому что уже, ну, Фальстада некуда взять данному коллективу. Они будут забирать что-то агрессивное из мили Керри, и саппорт у них остался. Будут пытаться выдавливать Трейсер уроном. Ну смотри, Трейсер забегает в Керри Ханза и Гулдана, пытается подамажить. Кью Гулдана залетает, Кью Ханза. Трейсер говорит, у меня план здоровья, я, пожалуй, отойду. И нажимает Ешку и уходит. Молтаэля бан Дигнитос. Не понравился им этот герой, потому что Сентификейшн плюс Молтаэль. Молтаэль выживает, его нужно быстро фокусить. А по Сентификейшнам это невозможно. Так, секунду. Молтаэль это не только потому, что им не нравится этот герой. Это еще и намек нам на продолжение пика. Если вы баните Молтаэля, значит, я ожидаю Дехаку плюс один. Либо Соню плюс один. Дехаку очень хорош. Дехаку очень хорош для Дигнитос. Гораздо лучше, чем Соня, потому что может зайти с фланга, может зайти сзади, помочь Трейсеру убить каких-то Керри, заставить Сайленс. Ну, мне кажется, это немножко неправильный бан ИТС. ИТС, конечно, хороший герой для Тим Дигнитос, но тот же Анну Барак ничем ему не уступает в данном драфте. А вот аналога Дехаке я бы сказал, что нет. Потому что даже Соня, даже если она будет с Липом, все равно не может так сильно добираться до бэклайна, как может Дехаку, который закопался и перемещается по карте. Мне кажется, здесь будет очень агрессивный драфт от Дигнитос через Дехаку Анну Барака, либо они заберут Дехаку Джоана прямо сейчас. Мы не будем, они не будут в пассив играть? Через Джоана, чтобы вейвкли, чтобы гулдана нивелировать? Хоть как-то. Мне кажется, это будет Анну Барак и попытка именно убивать героев от команды Тим Дигнитос, но посмотрим. 20 секунд на таймере. Есть вариант Джоана, есть вариант Анну Барак, есть вариант Мурадин, но это не вариант, скорее. Ну, на самом деле, Грейман в пуле до сих пор, это будет Грейман сейчас, наверное. И Дехака, я бы брал так. Джанкрат и Мурадин, все-таки Мурадин вариант, все-таки Мурадин вариант. Джанкрат на топ. Смотри, в чем разница. Ну, мы видели уже Мурадина против Ханза Гулдана, и он не работал. Там настакивается минус 15 армора от Ханза, потом дается фир, и он не успевает нажать аватару. Или даже под аватарой умирает. Я бы сказал, что это очень рискованный вариант. Тот же Анну Барак может запрыгнуть и дать кокон на Гулдана, либо Ханза, благодаря этому выжить. А здесь все-таки, ну, мы увидели отличного Мурадина от мета, который просто стоял в кустах и делал очень много экшен на этой карте. Мурадин здесь хорош, потому что он выпрыгивает посередине лайна, даже когда товара стоит, да, немножечко ловит урона от товаров, но он выдает такие станы, которые, ну, любой другой герой просто не получит. Тот же на Барак пока летит на Орежке, его раньше можно увидеть, и сложно он вернуться от стана. 15 секунд на таймере, три кидаем. Сами берут Дхаку, чтобы и врагам не досталось, и себе приятно этот герой. Дхака против Джан Кратера очень хорош. На Мурадина можно надеть пакет на голову, это замечательно. И Люсио усилит. Вопрос, не будет ли страдать Люсио, когда его застанет или вдруг случайно откинут, или просто трейсер забежит, в него бомбу нажмет. У вас три очень тонких таргет. Если раньше Регар все-таки, ну, он мог позволить вам что-то быть потолще и так далее, то здесь будет гораздо сложнее. Но Люсио это всегда мобильность, Люсио это всегда вариативность и возможность спасти героя. То есть вам не нужно всегда нажимать Синтификейшн, чтобы спасти Ханзу. Это очень важно. Потому что в Ханзу Ансестрал редко заходит. Обычно если до Ханзу дошли, он уже не переживает. А басы, есть возможность нажать, и почему бы нет. Очень мобильный и активный пик опять от Рекет. Рекет понимает, что если они будут играть агрессивно, у них есть действительно шансы победить этим Дигнетом. 10 секунд на таймере. Нужен топпер или все-таки в ротацию? Мы Джон Крэнтон наверх? Нет. Нет, в ротацию? Джон Крэнтон наверху. Мне кажется, Соня, ну, то еще. Но это выбор Соня. Ну, здесь не так много героев осталось. Если было бы Блейз с пулей, мне кажется, мы бы увидели как раз Блейза сейчас. Несмотря на то, что он не так хорош против Ханза, но Соня тоже не блещет, знаешь ли, силой против этого героя. Ей надо как-то добраться до него. Соня и Дхака. Вот это противостояние. Немножко расскажите нам о нем и кто выигрывает. Ну, плюс-минус равное противостояние. До седьмого левела, наверное, Соня немножечко доминирует. По Шрайну, да? Ну, да. После седьмого левела с откатом языка, если ты попадаешь два раза подряд языком по Сонне, то вы можете легко убить с ганга, например, того же Люсио, просто прибежавшего на моспиде и оттолкнувшего один раз Соня. Но Дхаке будет сложно играться из Трейсера. Ну, Дхака должен всегда думать про ганги Трейсера, но Дхака не боится Трейсера. Трейсер убивает бомбой, у Дхаки есть закопка. То есть не тратишь закопку, не боишься Трейсера. С другой стороны, если Джан Крат тебя откинет, ну, вряд ли Джан Крат будет гангать. Это почти единственный вейвклир со стороны Дигнитес. Не особо я верю в героя Джан Крата. Надеюсь, Дигнитес меня удивит, но мне их драфт намного не нравится. Он на исполнении, и тебе пока непонятен Джан Крат. Зачем он? Я не видел прям вот замечательных Джан Кратов пока еще. Вчера неплохой Джан Крат. Он проиграл, помнишь, Шиной, который был? Да, там была именно задумка. Минус армор, вы даете, убиваете моментально через Аргнороса и Шину. Здесь немножечко. Ну, мы переносимся непосредственно к игре. Трикиды на ваших экранах полным составом. Маки у нас будут играть на Гулдане. Кросби, конечно же, Ханза. Гранд ПКТ. Рэмор у нас будет на Тирайле. Гранд ПКТ, конечно же, Лусио. Ну и тот самый Алик Зепрок на Дхаке. Их оппоненты коллектив Дигнитас в новом составе уже как в третий или второй месяц, по-моему, играются. И как раз мы его сейчас и наблюдаем. За Элина Малфурионис Нич играет на Красавчике. Вуби будет исполнять роль Сони Джейпл на Мураддини и Пойлок на Трейсер. Мест оф 5 серия, сет уже второй у нас Драконий Край. По талантам что-то можем? Интересно. Ну давайте по талантам разберем. Блоки на Мураддини, там всегда выбор, там всегда, причем, тройной выбор. И язык заходит в Джея. Джея все-таки с помощью прыжка убегает. Опять у Трикетов проблема с контролем. Заметь, эта тенденция сохраняется. Если мы рассуждали на тему Team Liquid, еще вчера говорили, эти ребята боги контроля. Берут контроль в контроле и контролем погоняясь. У Трикет ситуация абсолютно зеркальная. Мы видим парочку контролей. Я даже больше вам скажу, один контроль и потом уже только с 10 левелом мы увидим еще эфир. Здесь немножко другая ситуация. Здесь все-таки интересно будет посмотреть, как будут реализовывать шину и будут реализовывать вообще. Или отправят у нас крысавчика в соло-линии и так далее. Здесь, конечно, будет Соня стоять против Дхаки. Это весьма комфортно. Поэл, эти ганги, это Алекс, и еще и корни были. Видимо, Поэл не ожидал, что там будут корни. С другой стороны, было опасно. А если бы его притянули, было бы неприятно. Да, было бы фатально. Но, опять же, заметь. Это уже тенденция. Как только с первой минуты появились кемплей, как только ввели в Nexus это изменение, сразу карты сместились в сторону ПВЕ. У меня сразу, знаешь, такая ностальгия по бухте Черносерда, моментальная. Ой, не, Андрей, лучше не говорите. Это моя самая любимая карта, но... Но все равно, ее, к сожалению, не любят. Ну и ладно. В принципе, вводят новые карты. Появился у нас, как мы понимаем, ушел ядерный полигон. Его, конечно, немножко переделали. Но он ушел. И зато... На замену Вольска. Завод Вольской. Да. Это приятно. Карта очень интересная. Нелюбимая многими профессиональными командами и игроками. Но, тем не менее, очень интересная в плане динамики. Ну, там есть некоторые претензии все-таки к механике вот этой самой, которая интересная. Потому что количество игроков, которые она может в себя всасывать, оно иногда под вопросом. И, конечно же, импакта, который мы получаем взамен. Потому что всегда управляются с одним героем, как правило. Сничка, кстати, здесь очень много урона получил. И вообще колодец сейчас у него будет разбит. И, фактически, скоро его деревни будут сжигать. Делают ход конем. Ну, трикиды давят. Трикиды реализуют свой пик немножко по вейвклиру. И поэтому я еще на стадии драутора. А на топе то же самое. Зеркальный и за хардкемпа. Хороший рутей. А, сейчас можно убить? Надо. Но, опять, эссенции. Эссенции все закрывают моментально. Маки не страдает от Поилка из-за отсутствия 10-го левела. Не больно. Аликс без языка, поэтому Поилка не притягивает. И Поилк это понимает. Надо стакать бомбы с ничь. Это дракон. Грамотно перетянули. На топе это был просто банальнейший громотвод. Они притянули все силы. И незаметно под шумочек взяли нужную механику. Ну, красавчик, прошелся. Вот что у нас здесь. Бомба? Нет, не бомба. Ну, тоже возьму. Почему бы и нет? Вообще, довольно-таки редкая ситуация, когда дракона на этой карте отдают. Ну, вот. Хорошая команда европейского уровня. Вот прям практически сразу. Самое быстрое, конечно, было минуты 30. Но зачастую это у нас все перетягивается на драконьем крае. Вот в 20-е уровни и минуты. Ну, пока у нас все-таки немножко другое. У нас сейчас происходит давление от Дигнтаса. Трикеты потерялись. Потерялись после этого мува. После этого движения от крысавчика. Они сейчас... Ну, они были не готовы, скорее, даже не к этому. Да, они не готовы. Потому что бот. Бот. Вот они пушили. Они хорошо пушили. Они вскрыли ворота. Крысавчика зажали. Но что так быстро будет падать топ? Они вот этого не учли. Теперь топ фактически нормально. Не постоять. Причем это настолько неудобно. Там маяк. Вообще очень тяжело. А у вас глобала нету. Есть, точнее, Дхака есть. Но тяжело. В любом случае. Просто тяжело. Забирает из-за кем коллектив? Дигнтас, да. Так оно и есть. Вопрос возникает только в хардкемпе коллектива Трикет Еспортс. Будет ли помеха? Нет. Уже поздновато что-либо мешать. Они уже забрали. И будет с помощью Дхаки дальше продавливать верхнюю линию в ответку. Чтобы нивелировать тот опыт, что Дигнтасы достигли. Достигли на данный момент, чтобы не позволить им забрать следующего дракона. Из-за превалирования левелов. Из-за превалирования уровня. А не получится, скорее всего. Тут нужно, чтобы именно догнать, нужно либо убивать, либо пушить. Вот два варианта. Либо пушить, причем сносить строение башни желательно. Любую попытку на пуш тебе сразу обрезают на корню. То есть на топе. Поэтому здесь... Вот хардкемп пушить не дает. Только не сможем попытаться. Либо делать убийство. Но убийство, посмотри, как безопасно стоит с ничь. Ну, очень безопасно. Это красавчик. Это красавчик плеера. Мы видели их на гробнице королевы пауков. Именно в таком же ключе. На расстоянии. Максимум импакта. Хардкемп сражение. Вот она. Вот она, где золотая жила. Нужно сразу четыре героя. А трики пытаются выдавить своих монетов. Аликземрок. Нет, не надо. Не надо. Правильно Дигнтасы сделали. Так, секунду. Рэма. Рэма Бойлер сыграл агрессивно. И при этом вся его команда сыграла пассивно. Они уже отошли. Там получилось так, что они уже отошли. А он закинул меч. Возможно, по инерции запрыгнул на меч. Максим, это видели мы и на предыдущей карте. Абсолютно то же движение. Рэмор запрыгивает с помощью кьюшки на Тироэле. А команда отходит назад. Только тогда это было не наказуемо. А эта ошибка перетекла во вторую игру. Мискоммуникации. Ну, здесь, да, было очень. Ну, здесь прямо надо... Если первое... Там она ничего не стоила. Здесь, крайне, джипиол-то сейчас по здоровью просаживается очень сильно. Пойлк запрыгивает, вешает бомбу и не хватает чуть-чуть. А шина будет сверху? Стесняется, да? Стесняется. Красавчик понимает, что от шины можно и отойти, и ее разбить в процессе полета. Ну, то преимущество, которое есть у... Все-таки у Ханза, когда просто берешь и скрываешь танка довольно-таки в грубой форме. Под меткой, очень много урона. Там еще и голдан. И чудом Пойлк не убил еще, на самом деле, голданом. То есть тут была опасная ситуация в два конца. Конечно же, здесь ребята забирают дракона без каких-либо вариантов. Потому что десятый вот-вот только получили. Только сейчас выбрали, например, снификацион, басы у нас, стрела. Ну, конечно, ужас. Вот Дхака подумает. О чем думает Дхака? Мы, кстати, в последнее время... Изоляцию, чтобы поймать трейсер. Адаптацию мы очень редко видим. Прям катастрофически редко. Поэтому я даже не уверен на тему этого ультимейта. Скоро, если у изоляция? Здесь вариантов-то особо... Всего два. Не, ну понятно, что... Кроме, по-моему, трейсер, вариана и все, да? Здесь изоляция, на самом деле, да, она вот должна была быть. Вот сейчас, кстати, неплохо заходит в Соню. У Соня небольшая сложность и мог быть. Благо, у нее был включен берсерк. Прервали, судя по всему. И ушку ее и затащили. Ай-яй-яй, Алекс! Да, Алекс не помог своему... Точнее, наоборот, помог убийству. И Малфурион не помог своему тиммейту. Бросил. Ну, Салин сдать, остановить. Крылышками, конечно, и сказать, ну ладно, молчите, но убивайте. Те, фактически, автоатаками забили. До смерти. Беднягу. Беднягу забили. Но, тем не менее, Джей на Мурадине. Агрессивно играет, но это простительно. Это же Мурадин, ребята. Посмотри, как под скоростью передвижения они очень много урона могут набрасывать в спину. Стас, он подает по крысовчику. Сейчас будет как раз таки мина под себя. Оп. Я отошел. И уходит в освояси. А здесь была попытка от трейсера, потому что бомбу мы видели на земле. Попытка странная. Фулл хиповых пробить. Слушай, а не стратегия ли это с крысовчиком? Начинает трейсер, либо крысовчик. А потом продолжает поилк. Сражение за тот самый языкем. Кстати, Рэммер получил очень много урона еще на мини. Вылетел на макьюшке. И там с антификейшек. Еще изоляция. Надо спасать. Надо спасать. Мины. Минами добивает абсолютно все. Джейпл бодиблочит маки. Использует прыжок. Надо добивать его в срочном порядке. Но Гранты используют хитрость своего героя. Просто блочит. Раз, копье. Два, сейсмические. Три. И мертвый Алекс. Нет. Алекс должен умирать. Да. Хотел бы сказать, что ну выживай. Алекс, давай ты сможешь. Но не сейчас. Потрясающая игра на самом деле. Как мина крысавчика выкинула Тираэля под форт. Он и так там схватил лишний выстрел. Он вернулся на ничьи. И после этого был вынужден. Вынужден прожать с антификейшек. Причем не совсем удачно. Ну и размен. О чем мы говорили изначально. Я боюсь, что после такой напряженной первой карты всегда проблема с моралью. Повторение ошибок. Ребята нервишки играют. Теряются по карте. Это мы на третьей минуте видим небольшую потерю. Там проблема, посмотри. У красавчика у него есть, конечно, дальняя переброска себя. Но, к сожалению, мимблс. Это будет мимблс. Хорошо. Заигрался, красавчик. Вот как раз вы говорили о нервах. Конечно же, я понимаю, вы говорили о трикет. Но а вот это вот. Это не нервы. Это вторая сторона монеты. То есть когда уже нечего терять? Да, нет. Это знаешь, я бы даже сказал, если так можно выразиться, эффект Швимпи. Потому что Швимпи всегда играет... А он агрессивен. Он всегда играет настолько уверенно в себе. Ему так все равно на нервы. Он идет, заходит, делает на левин ешку в толпу. И всегда знает, что его поддерживают. И тут то же самое мы видели и от красавчика. Он абсолютно был уверен, что он с помощью двойных мин выйдет отсюда. И не напрягался. Ну идут меня там 4 человека. Ты пускай. У нас с ними разные задачи и цели. Я не волнуюсь. И вот это... Немножко недооценка. Или даже... Нет, переоценка себя. А вот это? А это уже то же самое. Соня перестояла топ. Не посмотрела на карту. И в итоге ее наказали с помощью Ферраема. Ставят Санти просто на подсейв. Будет ли таймить? Будет ли таймить? Да. Отличные руты. Но и басы идут в ответку. Не попадает изоляции. Но он все равно зацепит, к сожалению, Малфуриона. Для него, к сожалению, в мыло. Отличный взрыв. Минус 2 трейсер добирает еще одного героя. Маке большие проблемы. Малфуриона обменяли. Но погнались, погнались. И правда ли всю свою команду? А стоило ли оно того? Попытаются сейчас здесь, кстати, поднимать. И возможно, Ханза, к сожалению, точно умрет. Ну, но Снич, ну что ты делаешь на Кроссбе? Снич! Смотри, бога урона как? Он прыгает. А он играется. JPL. А посмотри, Кроссби же уйдет, у него апгрейд маунт. Не уйдет. Стан, попадая. И все, и минус Кроссби. Так, история Кроссбе была не в том, чтобы убить Ханза, а чтобы заставить на него сагриться. Да, да. Чтобы не дать время... Даже не то, что... Нет, убить он, конечно, хотел. Поэтому здесь он просто выиграл время немножко, и все. Насада у нас идет дракона. Но на самом деле все хорошо. Довольно-таки быстро выбивает. Посмотри, дракона под всем этим уроном. И дракону уже не остается, ничего не сделав. Ну, дракон пока просто открыл, просто уйдет. Он выполнил свою задачу, взял два таура. На тему, рассуждая фартов, и на тему уже становления катапульт на нижней линии, это пока рановато. Мы эту тему пока не затрагиваем. Нам нужен, скорее, двадцатый для этого, либо следующий дракон, когда уже открыты борота. Дракона здесь уже точно забирают. В любом случае, маки. Кстати, у Голдана у нас так, она была порча. Это весьма приятный инструмент. Особенно, когда ты получаешь свой шестнадцатый талант вот сейчас. Теперь ты можешь максимально продуктивно тратить порчу. Пойлк выходит из дракона. Будут тянуть ребята на двадцатку. То есть, дикто, сейчас не будут сидеть. Боже, как же мне нравится этот талант. Тироэль! Как же нравится Тироэль, который... А это, знаешь, это вот, по-моему, знаешь, вселяется вот что-то рандомное в игроков, когда сначала там крысовчик, потом Соня, здесь уже Тироэль. Возможно, это карта, как проклятая лощина, только... Это Стуков, что ли, начал заражать их? Или какой-то болезнью страшной? Ну, они выходят слишком агрессивно, и при этом, если посмотреть, понятно, почему Трикет успевают делать убийство. У них есть скорость передвижения довольно-таки быстрая от Люсио. Быстро переключились, ребята не ожидали, их забрали, убили. А тут есть Трейсер. Тут есть Трейсер, тут есть Мур-1, которые просто врываются, дают стан, прокасты и до свидания. Поэтому нужно быть готовым с двух сторон. Надо быть готовым. Надо 20-й Дигнитос, надо сейчас Трикетом найти кого-то. Например, на топе Крысавчика. Он не неуязвим. Боже, ну... Я... Вот... Одну удовольствие... Он крылышки так, знаешь, делает, когда прыгает, вот так он ручки делает, и как будто летит. Одно удовольствие играть на Крысавчике вот в таких матчах, когда ты... Просто ты используешь бомбу, и ты настолько... Ты на экран прыгаешь. И тебя, ну... Поймай меня, если сможешь. Там ДХК должен... Ну... И там откат минимальный. Рэма? С огнем играется. А Тойл, кстати, было бы близко, если бы Тойл только попал. А вот Ханзе сейчас могут убить, он отпрыгивает, кстати, очень хорошо. Но мы понимаем, что все равно очень опасно. Трикиды сейчас вынуждены отступить назад и восстановить свое здоровье. У них есть на это ровно 15 секунд. При этом нужно отбить бот. Причем отбить бот не только Аликсом, нужно еще и Маки в срочном порядке подключать и не забывать держать в голове, что... Есть дракон. И этот дракон будет серьезным. Рэма? Рэма! Вот так вот так прыгать нельзя. Сразу все отдают, потому что понимают, Алик Запрог очень много здоровья потерял. Еще и Мина катается. Она сейчас выждет, но она кончится из урона чуть раньше. Поймали здесь Аликса Прога, не отпускают. Просто ребята в изоляции... Изоляция. Ну вот здесь будет он точно убить, но нужно убивать. Пойлка его поймала, а еще может запрыгнуть, потому что бомба есть! Кран по КТ! Убивают! Нет щитов! Стич залетает вперед! Сейчас будет сайленс неплохой. И мы понимаем, что очень много урона, а это значит... Посмотрите, как играет. Джей Пиел, Джей Пиел говорит, а я могу, но не добивая, а у меня еще прыжок и переводка. Не попадает. Могу умереть, а ну и пусть... И от фарта! От фарта умирает Муразин! И Снищ тоже умирает от этого фарта! Да что происходит? Как жадно! Как жадно играют! Они же только что... А что происходит? Они могли зайти, закончить, доставьте в этого Тироэля! Вам он не нужен! Пусть он там занимается своими делами! Да они вдвоем, а так там такой Снищ. Я тоже на крылышках лечу и летит уже потом в Нексус. Нет, конечно, все еще хорошо у Тим Дигнитас, но какая неаккуратная здесь игра. Слишком возможно самоуверенно. Ханзу тут попытка убийства, но неудачная. Потому что бомбу, по-моему, взорвал на земле, да? Ну здесь... Такое. Не, ну нагловато, но Дигнитас... Нет, он не даже на земле взорвал, он не ожидал, что Мураддин умрет так быстро, а он действительно просто взял и кончил. Нет, я сейчас говорил про Ханзо, про его сейчас попытку. А, сейчас про Ханзо. Ну, ты не ва... Просто бомбы на земле Ханзо. Ну, как раз трейсер пытался бить Ханзо, но не попал, по-моему, бомбой. Да, да, мы на клада у нее. Да. Ну, так. Ну, кстати, это подарок для трикидов, очень большой. 20 уровень. Стан летит. Ну, это... Нет, это Соня. Соня с щитом. Ой, изоляция заходит на пятерку. Нет, ну это стан... Так, секунду. Или не попасть контролем, это нужно... Это реинкарнация Робин Гуда? Конечно. Это абсолютная магия. Когда ты с такого расстояния попадаешь этим мультом, то если нету очищения у тебя, у союзников, тебе не спасет ничего. Там продолжение было. Это вот как раз основлоки. Подождите, подождите, подождите. Только что, типа Дигнита смогли заканчивать игру. И вот сейчас уже фактически трикид Е-спорт идут в обратную сторону. И планируют... У Дигнита есть подушечка. У них есть еще первый форт, и это явно не энд. Я согласен, что это явно не энд, но все-таки если раскрутить эту монету, это может быть потенциально. Потенциально даже это двадцатый в двадцатый, это абсолютно равный файт. Вот это что? Дигниты смогли спокойно выйти в двадцатый в восемнадцатый, в двадцатый в девятнадцатый взять дракона и попытаться заэнгить через скиллы, потому что у них талант адвентаж. Они... Там два героя было только живо. Ну, три, хорошо. Вы забрали все, что нужно. Бойл-бойл запрыгивает, бах! А вот это спасает ситуацию. Ты посмотри. Это трейсер в деле. Вот трейсер в лейтгейме. Мы постоянно на аналитике вам говорили, что трейсер хорошо и верли, но лейтгейм у нее просто феноменальный. Вот именно так и реализует себя грамотная трейсер. А теперь в другую сторону. Нет, нет, конечно. Дигниты должны все правильно, главное, разыграть. Откидывают у нас Малфуриона, но сейчас спойл зарядит свою бомбу на драконе. У него уже почти половина, 70% есть, они будут продолжать. Чуть-чуть подождет, пока скачки появятся и будет заканчивать. Станом нападает, корни на... К сожалению, тоже поздно, но это из-за дальности хватает. Как только ты видишь таких крысовчиков, сразу такое желание поиграть крысовчикам в хиро-лиге просто дикая. Андрей, остановитесь. Ну, серьезно, ты просто смотришь на него и такое удовольствие ловишь от его игры. Главное, чтобы не делать это 24 на 7, потому что, если посмотреть, в промежутках с ней чуть-чуть много делает, он собирает опыт, фактически он выступает как Гензин. Так нет, наоборот, я его хвалю, я говорю о том, что он очень хорошо играет на этом герое, из-за рижа... Опять стрела! Очищение! Заранее знали или нет? Заранее знали. Здесь Аликзапрог, по-равленной ситуации, отлично изоляция по двоим, бомба взрывается, феер, еще так же по-троим, очень много урона, полетело колесо, колесо сейчас будет добивать, Аликзапрога откидывает его Гранд ПКТ, взрывает не так хорошо, но главное, что Маки был убит. И Рима Бойлер. Ну, а дальше просто будет добитие Джей, если стан, Аликзапрога попадает в стан, Буби, и второй стан, это минус ДХК, 3 в 0, Трейсер, конечно, умирает тут залетным стрелой от Кросби, но это не спасает главное здание команды Трикет. Насаду здесь ведут вместе с Аграми, но если подумать, шанс есть, но крайне маленький, здесь немножко подождали, видимо Берсерка, Берсерка здесь, к сожалению, нету, поймали корнями, но это точно должно добивать, Мина откидывает Ханза, Ханза, у тебя есть прыжок или нет, это уже неважно, добивает здесь последних участников коллектива Трикет, как и их форум. Хорошая игра Дигнитос, но были моменты интересные. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,